Бонжур. Как говорят по-французски. Сегодня второй день пребывания в Париже. Сегодняшняя программа включает посещение дома инвалидов, где находится усыпальница императора Франции Наполеона Бонапарта. И потом, если успеем, пойдем на Эйфелеву башню. Дом инвалидов находится примерно в 6 километрах от нашего места проживания здесь, где мы остановились. Сейчас я вот нахожусь на площади Италии. Мы недалеко от этой площади живем. И отсюда до дома инвалидов примерно час ходьбы. Но, поскольку мы вчера находились, решили проехать метро. Метро Парижское это тоже сам по себе аттракцион. Поэтому постараюсь поснимать метро и показать вам как оно выглядит. Ну в общем экзотика своего рода. Входим в Парижское метро. Вот такие турникеты и билет просовываем. И здесь его нужно вытащить. И дальше проходим. Билет нужно хранить до конца поездки. В Парижском метро несколько линий. И они сходятся вот здесь. Можно перестись с одной линии на другую. Нам нужна шестая линия. Они все обозначены разным цветом. Вот, например, шестая линия обозначена зеленым. Слава, да. Слава. А это вот выход из метро. Никаких билетов предъявлять не надо. Но здесь могут стоять контролеры. Первый пункт нашей сегодняшней программы. Дворец или дом инвалидов. Но это, собственно, не сам еще дом. А это собор дома инвалидов. Вид со стороны авеню Бритей. Высота собора 107 метров. Он был закончен 27 августа 1706 года. В этом соборе 15 июля 1804 года император Наполеон I вручал самые первые ордена почетного легиона. Диаметр купола 27 метров. Он украшен военными трофеями. Собор носит имя святого Людовика и является образцом архитектуры классицизма. Собор дома инвалидов является военным некрополем. То есть местом захоронения выдающихся военных деятелей Франции. Начиная со времен Людовика XIV. В частности, здесь похоронен автор национального гимна Франции Марсельезы Ружеде Лиль. Который, между прочим, был капитаном французской армии. Дом инвалидов Он был построен в 70-х годах XVII века по указу Людовика XIV, известного как Король Солнце. Как богадельня для ветеранов войны и инвалидов войны, солдат. В этом саркофаге похоронено сердце маршала Франции Вабана, выдающегося фортификатора. А это гробдица, саркофаг великого полководца, возможно, одного из самых известных полководцев в истории Франции Тюрена. Здесь похоронен старший брат Наполеона Бонапарта, Жозеф Наполеон, который успел побывать королем Испании. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а это, как вы уже, наверное, догадались, саркофаг самого Наполеона Бонапарта, который, как вы видите, расположен в крипте собора. Мы туда еще опустимся и посмотрим на саркофаг оттуда. Спускаемся в крипту собора, к саркофагу Наполеона Бонапарта. Там, кстати, кроме саркофага Наполеона, еще и другие военные захоронения. У входа в крипту похоронены два соратника Наполеона. Генерал Дюрок, которого Наполеон называл своим другом, который умер на руках у Наполеона. И генерал Бертран, его адъютант, который последовал с Наполеоном на остров Эльбу и затем на святую Елену. И потом привез тело Наполеона оттуда. Спускаемся дальше в крипту, вон уже виден саркофаг Наполеона. Спускаемся дальше в крипту. Саркофаг Наполеона Саркофаг Наполеона, кстати, сделан не из брамора, как ошибочно считают, а из шакшинского малинового кварцита. Такого же материала, из которого сделан мавзолей Ленина. Дровницу окружают 12 статуй работы Жана-Жака Пардье, которые посвящены победам Наполеона. И, кстати, одна из них посвящена победе под Москвой. Здесь же в крипте похоронен единственный законорожденный ребенок, сын Наполеона Бонапарта, Наполеон II, который умер в возрасте 21 года от туберкулеза. А это ниши в крипте, в которых захоронены другие известные французские военные деятели. Ну, их тут здесь довольно много. Если вам интересно, можете почитать в Википедии. Правда, на английском или на французском языке. На русском этого материала нет. Ну, а теперь мы из собора Дома инвалидов перешли в сам Дом инвалидов, а точнее в ту его часть, которая отведена под музей армии. Довольно большой музей, занимает несколько больших зданий. Но мы только в ту часть пошли, которая посвящена средневековой амуниции, средневековому оружию. И просто решили здесь поснимать, показать, в каких вот доспехах рыцари сражались. Тренировались прямо с детского возраста. Это вот доспехи наследника дофина Людовика XIII. Подростковые, можно сказать, размер. А вот это вот уже доспехи взрослого Людовика XIII. Ну, что-то около 30 килограмм, говорят, весят. Бедных лошадок тоже в железо вот заковывали. Жалко животных. В экспозиции музея есть оружие и амуниция армии других стран. Это, к примеру, монгольское зал, посвященный монгольскому оружию и доспехам. А это, как вы уже догадались, доспехи суровых самураев. Все, на этом заканчиваем с музеем армии. Двигаемся к Эйфелевой башне. Прибыли на Марсово поле. Здесь нас сразу встречает монумент декларации прав человека и гражданина. А вот, собственно, и сама Эйфелева башня. Да, в Марсово поле народ вокруг гуляет, в общем. Так что, очень популярное место, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По Марсову полю шастают торговцы афро-французского происхождения, предлагая приобрести у них напитки и мороженое. Так что здесь с жажды не умрете. Ну и вот туристы с венцом, с шампусиком сидят тут, как бы догоняются. Сижу на фоне, как вы видите, известной башни имени инженера Эйфеля. Я отдыхаю после очередного экскурсионного дня в городе Париже. Коротко, можно сказать, резюме уже можно подвести. Сходили в дом инвалидов, посмотрели на усыпальницу императора Наполеона Бонапарта, брата его и Наполеона Второго. В общем, всяких тут императоров. Пришли вот сюда к Эйфелевой башне, провели здесь фотосессию. Ну и сейчас, наверное, поедем уже домой. Подписывайтесь на мой канал. И жду вас завтра у ваших мониторов, смартфонов, планшетов. Смотрите мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!